Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спорт Информ» и я ее ведущий Сергей Мисурагин. Две серебряные награды завоевали витебские атлеты на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который прошел в Италии. В соревнованиях мужчин второй результат показал Олег Рябцев. В синхронных выступлениях у женщин второе место завоевали Анна Гончарова и Мария Махаринская. А тем временем подрастающая смена звездам батута собралась на открытом перенесстве области. В областной центр приехало более ста спортсменов из Витебска и Могилева. Батутисты готовились к перенесству Республики Беларусь, которая через две недели примет город над Двиной. Какие программы подготовили атлеты к республиканским стартам, знает и наша съемочная группа. В выпусках нашей программы мы уже рассказывали об успешном выступлении сборной на чемпионате и перенесстве Европы в Баку. Теперь пришло время встретиться с триумфаторами соревнований. И это не взрослые батутисты. Они в это время выступали на этапе Кубка мира в Италии. Момент славы наступил для наших юниоров, которые просто заполонили высшую ступень пьедестала почета на турнире в Азербайджане. Золотыми медалями в командных, индивидуальных и синхронных прыжках на родину вернулись Александра Столярова, Екатерина Ершова, Себастьян Станкевич, Андрей Буйло и Никита Фоменко. Юные витебские батутисты смогли обойти таких сильных соперников, как команда из России и Португалии. И останавливаться на достигнутом не собираются. Я рассчитывала, что буду стоять в призах, но не сильно на первое место, но просто, что знала, что на пьедестале. А получилось первое. В конце осени у нас будет первенство мира в Санкт-Петербурге, где надо стараться завоевывать медали. Я буду прыгать индивидуал и синхрон. Будем, наверное, делать новую программу. Тем временем набирала обороты первенство Витебской области по прыжкам на батуте. Более ста спортсменов в двух возрастных группах впервые демонстрировали строгим судьям свои новые программы. Для одних батутистов это была возможность повысить свой спортивный разряд. Для других соревнования стали этапом подготовки к первенству Беларуси. Цель этих соревнований – предварительный просмотр перед первенством Беларуси 2005 года рождения, которые пройдут 10-12 мая в городе Витебске. Также еще один предварительный просмотр перед первенством Беларуси 2006 года рождения и младше, который состоится в городе Вилейка. На этот раз идеально выполнить свои новые программы мало у кого получилось, но временное исправление ошибок есть. Как минимум еще в течение недели спортсмены смогут шлифовать свои выступления. В Витебске завершились открытые республиканские соревнования по спортивной акробатике Кубок космонавтики. На этот раз турнир прошел в скромном формате. Спор за лидерство вели только белорусские атлеты, и тем не менее Кубок получился зрелищным и захватывающим. Начну с приятной новости. В этом году витебские акробаты получили то, чего так долго ждали. Недавно в спортивном зале послали новый гимнастический ковер. Старый выработал свой ресурс, и проводить на нем соревнования было проблематично. Сейчас у спортсменов стало больше свободного пространства. Появились площадки для разминки, тренировок и соревнований. Город Минск подарил ковер. Конечно, не совсем новый, но очень хороший ковер. Мы немножко улучшили свою тренировочную базу. Сделали хороших, полноценных, так сказать, три рабочих зоны. Один полный ковер и два разминочных. Традиционно Кубок космонавтики собирает большое количество команд из стран Балтии и СНГ. Но в этом году сроки проведения Витебского турнира почти совпали с чемпионатом мира по акробатике. И заявленные участники не приехали. Взяли время на отдых и восстановление сил. Таким образом, на первый план вышло подрастающее поколение белорусских спортсменов. Ближайший резерв национальных команд. У нас тоже есть хорошие дети, подающие надежды, которые входят в состав нашей белорусской сборной. Будем соревноваться между собой. А вот молодая смешанная пара из Минска, в которой выступают Дмитрий Ермилов и Дарья Кулинок, время на отдых не брала. На чемпионате мира белорусский дуэт занял девятое место. Для молодых акробатов это высокий результат. И теперь они стараются не потерять набранную форму, чтобы лучше подготовиться к следующим международным турнирам. Программу мы готовили уже, которую возили на чемпионат республики, на горючей республики. Подготовка была тяжелой, всегда подготовка тяжелая. На что обращали внимание, чтобы все было чисто, аккуратно. Мне надо вырасти, чтобы не снимали за рост. И почистить все композиции. И вальтишь силовую. Соревнования подвели промежуточные итоги нынешнего сезона. Спортсмены показали, на что способны. И получили от тренеров и специалистов соответствующие рекомендации, чтобы двигаться дальше и совершенствовать свое спортивное мастерство. А организаторы Кубка космонавтики надеются, что следующий 15-й юбилейный турнир пройдет с большим размахом. И в нем примут участие спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья. Первый республиканский фестиваль взаимной интеграции. Среди спортсменов с инвалидностью и студентов медицинского университета прошел в Витебске. Соревнования заинтересовали не только самих участников, но и специалистов паралимпийского движения. Спортивный фестиваль открыла республиканская научно-практическая конференция под названием «Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции». Витебский медицинский университет не случайно стал инициатором необычного фестиваля. Здесь действуют волонтерские отряды, которые самым непосредственным образом помогают людям с инвалидностью. В прошлом учебном году мы создали волонтерский совет и один из отрядов занимается именно волонтерской работой с инвалидами. С инвалидами по зрению, по слуху, с инвалидами с опорно-двигательным аппаратом. Вот, наверное, это было отправной точкой нашего сотрудничества именно с людьми, которые ограничены в своих возможностях. К обсуждению вопросов присоединились не только медики и спортивные функционеры, а и призеры и победители 12-х зимних паралимпийских игр в Южной Корее. Выступление паралимпийцев надолго завладело вниманием аудитории. Когда перед тобой стоит высокая цель, это спорт, и спорт высших достижений, и вот эти все переломы, они мне помогали. Они меня, во-первых, отвлекали от всех каких-то бытовых проблем и от жизненных проблем. И я просто каждый день испытывала себя на прочность, и тут уже вопрос в другом стоял, смогу или не смогу. Вот, задала такую планку, и для меня было, и мне было интересно, и тоже и ребятам было интересно, что получится, не получится. А потом начался самый настоящий праздник спорта. Участники конференции, волонтеры и спортсмены направились в спорткомплекс, где прошло торжественное открытие первого республиканского фестиваля. Хорошее настроение участникам турнира передали танцоры на колясках. Примой здесь выступила Светлана Наджафова. Это большая часть моей жизни. Вдохновение для начала этой части жизни я получила на слете активной реабилитации для инвалидов-колясочников, которые проводит Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников. Очень вдохновила все, что там происходило, те методики, которые предлагались для того, чтобы человека максимально социализировать и адаптировать к полноценной жизни в обществе. И просто как-то захотелось быть полезным в этом направлении. И, наверное, когда ты делаешь то, что тебе нравится, то, что ты любишь, и то, к чему ты стремишься, всегда найдешь силы и найдешь время. Встреча по сидячему волейболу, футбольный поединок с невидящими игроками сборной Беларуси, игра в ботча, шоу-дан, теннис для незрячих, шашки в темноте. На фестивале было представлено много видов спорта, где люди с инвалидностью смогли реализовать себя. Спортсмены-паралимпийцы тренируются и варятся в собственном соку. Я считаю, что необходимо повысить их спортивный уровень при помощи студентов, при помощи тех людей, которые находятся рядом. В собственном соку вариться очень тяжело. И поэтому, чем больше соревнований, чем больше волонтеров, чем больше лидеров, которые активно имеют жизненную позицию, могут помочь тем людям, которые в этом нуждаются. Первый опыт соревнований студентов и представителей инваспорта прошел на ура. И организаторы уже вынашивают планы сделать спортивный фестиваль традиционным. Футбольный клуб «Витебск» сыграет с Брестским «Динамо». Баскетбольный рубон дома примет столичных цмоков. А гандбольная «Витебщанка» свои поединки проведет в Минске и Гродно. Кроме этого, болельщики смогут посетить турниры по борьбе, дзюдо и боксу. В субботу, 12 мая, футбольный клуб «Витебск» в рамках седьмого тура национального перенства в гостях сыграет с Брестским «Динамо». В нынешнем розыгрыше к обеим командам повышенный интерес. Клубы вынашивают амбициозные планы. Пока лучше по дистанции идут подопечные Сергея Ясинского. Практически в каждой встрече «Белосиние» не оставляют поле без забитого мяча. Ну и соперник на родном стадионе сделает все возможное, чтобы обидеть оппонента. Тем интереснее будет наблюдать за этим противостоянием. 11 мая в «Витебске» пройдет третий поединок полуфинальной серии между баскетбольными клубами «Рубон» и «Цмок» и «Минск». Право побороться за медали нынешнего чемпионата витебляне завоевали благодаря победе над столичным импульсом. В серии плей-офф наши земляки одолели мячан со счетом 2-1. Теперь борьба идет до трех побед. Если понадобится четвертый матч серии против «Цмоков», витебляне проведут в субботу 12 мая. А тем временем местная витебчанка 8 мая пожалует в гости к гандбольному столичному БНТУ «Белас». За три тура до финала соперницы оформили чемпионство. Поможет ли это нашим землячкам взять очки во встрече, сказать сложно, но надо к этому стремиться. 12 мая витеблянок ждет выездной поединок в Гродно против главного конкурента в борьбе за третье место – городинчанки. Сейчас соперницы опережают команду областного центра на три очка. А теперь к другим событиям. 11 мая в стаиках начнется оперенство Республики Беларусь по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет. Местные тренеры и специалисты рассчитывают на призовые места в отдельных весовых категориях. А 8 мая Полоцк примет оперенство витебской области по дюдо. Организаторы рассчитывают собрать большое количество спортсменов, что обеспечит конкуренцию в большинстве весовых категорий. И завершу стартом, который пройдет в областном центре. Здесь 10 мая стартует оперенство области по боксу. Традиционно соревнования пройдут в спортивном зале имени олимпийского чемпиона Вячеслава Яновского. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Встретимся, как обычно, ровно через 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова